Руководитель народного хора ветеранов войны имени Николая Шощеца Олег Нерода стал одним из тех, благодаря кому коллектив удалось сохранить. На протяжении многих лет его единственная цель и призвание доносить до людей через музыку разные события и эмоции. Но, наверное, важнее всего то, что пережил наш народ в годы Великой Отечественной войны. Представители хора – почетные гости средней школы номер 20. Неоднократно ее посещали с концертами. Вот и в этот раз встреча с учащимися прошла в атмосфере добра и уюта. Если и рассказывать нынешнему поколению, почему стоит помнить о подвигах своих дедов и прадедов, то только так, через песню, которая проносится в наши дни духом того времени. Наше выступление дает определенный, так сказать, для детей заряд. Определенные, я бы сказал, исторические факты какие-то, потому что многие дети об этом ведь не знают. Для нас еще, для моего поколения война – это что-то, да, которое вот-вот недавно было. Мы там 50-60-е годы рождения люди. А уже для наших детей это что-то абстрактное, они только вот в компьютере это все видят. Поэтому надо об этом говорить, надо показывать таких ветеранов, надо с ними общаться, надо проводить такие уроки. Это надо делать обязательно. Вот благо, что директора школ это понимают. Многие участники коллектива – обладатели поистине золотых лет. Поэтому каждая песня, исполненная ими, о пережитом в годы Великой Отечественной войны, воспринимается особенно. Правда, исполняет коллектив не только такой репертуар. В нем, например, есть сочинение Джусеппе Верди. Наверное, не стареть душой возможно только тогда, когда напрямую общаешься с молодежью, а она, в свою очередь, всегда с интересом перенимает опыт старшего поколения. Мы пригласили хор ветеранов, чтобы они поделились с нашими учащимися своим мудростью, опытом. Рассказали им действительно историческую правду о Великой Отечественной войне, о том, как белорусский народ пострадал в эти жестокие годы. Нельзя забывать историю, потому что она повторяется. И нашему поколению нужно знать, что было в те годы, знать историческую правду. Ведь сейчас много фактов, которые были заархивированы, те факты, которые были под грифом секретности, они раскрываются, вскрываются, и современное поколение должно знать, знать действительно правду. Сама встреча учащихся средней школы номер 20 и хора ветеранов была посвящена важной исторической дате – 11 апреля, а именно Международному дню освобождения узников из немецко-фашистских лагерей. У Год Исторической Памяти наиболее актуально озвучивать такие темы вслух, говорить о них и рассказывать подростковому поколению, какие страшные преступления тогда совершал агрессор, для того, чтобы такое больше не повторялось никогда. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания Бук ТВ.